Уже стала традицией в конце учебного года проводить соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников. Восемь общеобразовательных учреждений отправили умных, смелых и спортивных своих представителей познакомиться поближе с профессией огнеборцев и отстоять честь своей школы. Цель и задача этих соревнований – привитие детям основных навыков при пожаротушении, основ жизнедеятельности, ну и в целом воспитание патриотизма подрастающего поколения. По регламенту соревнований ребятам предстояло надеть боевую одежду и свернуть пожарный рукав, подняться по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни, а также выполнить боевое развертывание. Многие школьники участвовали в этих состязаниях впервые. А для кого-то это стало уже традицией. Увлекаюсь уже седьмого класса. Ну, на самом деле, именно вот к этим соревнованиям я нормально не успел подготовиться, потому что впереди экзамены, приходилось к ним готовиться и много других мероприятий, но помогает опыт, который был накоплен за все эти годы. Но даже насыщенный учебный график не помешал Илье занять первое место и принести победу своему лицею номер 15. Наравне с юношами в состязаниях принимали участие и девушки, интерес которых к пожарно-прикладному спорту растет с каждым годом. Как-то в прошлом году мне предложили поучаствовать здесь. Я еще тогда была в младшей группе и в этом году решила повторить. Команда у нас очень хорошая, мы давно уже тренируемся, мы занимаемся не только пожарно-прикладным делом, а спортивным ориентированием и в походы ездим вместе. Поэтому команда у нас очень сплаченная. Своими переживаниями и мыслями поделились с нами и младшие участники соревнований. Я просто первый раз хочу попробовать себя на соревнованиях. А как в соревнованиях? Ну, мы с другом, у нас преподаватель, он ведет у нас как раз нашу команду. И мы решились с ним записаться. Для меня самое сложное – это сворачивание рукава. Почему? Ну, там надо все быстро делать, одевать все снаряжение, чтобы было все правильно, и сворачивать сам рукав, чтобы он не распадался. А вообще о профессии своей будущей уже думал? Да, я думал пойти в армию, ну или в МЧС. Эти мероприятия проводятся для того, чтобы заинтересовать подрастающие поколения профессии, а желание помогать другим сделать смыслом своей жизни. Самое главное требование – это преданность пожарному делу. Если человек в эту профессию дают люди осознанно, во-первых, в первую очередь, и со всеми трудностями, которые они сталкиваются потом, с которыми сталкиваются в процессе прохождения службы, если человек готов, он будет их преодолевать, учиться на ошибках собственных, ошибках своих товарищей, ну и в целом будут из него потом получаться высококлассные специалисты. Сегодня эти ребята отстаивали честь школы, а в будущем, возможно, кто-то из них будет отстаивать честь страны уже на международном уровне. Ведь большие победы начинаются с юных лет. Дарья Ильинская, Андрей Капустин. Информационная программа «День».